Каждое утро для Надежды Александровны начинается с похода за дровами и углем. Нужно протопить огромный дом. Выглядит это странно в 21 веке. Недалеко от столицы нефтегазовой страны-гиганта жителям приходится обслуживать в доме печки буржуйки и в каждом дворе поленница. Вот источник тепла. Вот это котел. Дымок называется. Вот он у меня еще и топится. Я топлю, выгреваю дом вот этим вот агрегатом. Я срогаю лучину. Такая аутентичность вовсе не дань уважения традициям, а банальное отсутствие газификации. Образованный еще в прошлом веке поселок Румянцево пережил не одну катастрофу, в том числе и нашествие гитлеровских захватчиков. Но сегодня, несмотря на мирное время, здесь по-прежнему неспокойно. Постоянно отключается электричество. Вчера отключали три раза. Из трех раз только один раз у них были плановые работы. А живете-то сейчас как? Так вот дом-то топить. Яички топим. И газ вон покупаем, баллонок. Как же еще? Меняем. А как по такой дороге провезешь? Вот так вот. Кругом газ, кругом газ, кроме нас. Хоть свой газ вставляй. В поселковой администрации говорят, что этот вопрос находится на постоянном контроле. Но из-за кризиса его решение откладывается на неопределенный срок. Жители буквально доведены до отчаяния. Только мы и проклятые здесь. Кругом живем в газе стран. Какой позор. У нас же позор. Ну, в Савельеве газ, в Головину газ, в совхозе газ, до половины румянцевых газ. Мы уже войну прожили. И сейчас живем, мучаемся старый, с этим суглем, с этими дровами. Нам приходится покупать не только дрова, которые покупают участников. И тоже немало стоит. Еще покупаем уголь. Ну, если ветеранта, там есть игорь-то. Ну, тоже. Где отпускали дедушки, уже не отпускают. Надо идти на станции. А на станции то есть, то нет. Ну, тоже транспорт за свой счет. В общем, вылетаем мы в копеечку. Для решения проблемы газификации поселка жители Румянцево обращаются во все возможные инстанции. Вплоть до администрации президента. Буквально на днях стало известно, что теперь ситуацию с замерзающими селянами отслеживает уполномоченный по правам человека в Истринском районе. Как в дальнейшем уже выяснилось, управление капитальной строительства пояснилось, что весь камень преткновения состоял в том, что главные управления дорожного хозяйства и МОС «Аблгаз» не могли согласовать проектную документацию. В частности, дорожники не пускали газовую магистраль вдоль дорожного полотна. Но в данный момент ведутся переговоры. В общем, есть все предпосылки на то, что они закончатся успешно. И на 16-17-е годы предусмотрена как раз графикация этого поселка. Стоит добавить, что в некоторых домах газ все-таки есть. Но в основном у тех, кто может позволить себе такое удовольствие. Ведь чтобы подвезти магистраль, надо заплатить 400 тысяч рублей. Что делать тем, у кого нет таких денег – вопрос, который пока остается открытым. Но хотя бы уже обсуждаемым. Обо всех изменениях ситуации смотрите в наших следующих репортажах. Ильдар Шафигулин из Странэд ТВ